Дорогие товарищи, просим занять свои места. Сегодня с вами снова голос Паши Лобанова, который продолжает озвучивать материал со сайта. Всё кругом враньё. Сегодня у нас история, надо восемь мифы диалоги. О, спасибо, Марья Ивановна, спасибо, что меня так прекрасно представили. В общем-то, поехали. Мы уже почти всё знаем о нашей оболочке. Осталось лишь развеять некоторые мифы, устоявшиеся в научной среде. Миф первый – давление. Как нам утверждают, в центре Земли огромное давление. Откуда оно берётся? А это давит слои породы. Чем ближе к центру, тем их масса больше. Но вот проблема. Чем ближе к центру, тем силы тяжести меньше. Оно и понятно – сила пропорциональна кубу радиуса и обратно пропорциональна квадрату радиуса. И ещё, если удалить внутреннюю сферу, то внутри полости будет невесомость. Наружный слой породы не оказывает никакого влияния. То есть нет никакого давления столба породы. Откуда же взялись эти графики плотности и ускорения силы тяжести? Сразу обращаем внимание на качественный скачок на глубине 3000 км. Мы теперь уже знаем его причину. Но если до этой глубины можно было делать какие-то выводы из поведения сейсмических волн, то далее лишь сферический конь в вакууме. Ну и первые 3000 км – всего лишь плод экстраполяции. Нам доступны лишь первые 10 км из 3000. Что мы на них наблюдаем? Да, плотность растёт. Центробежная сила давит на слои грунта сверху. Да, ускорение силы тяжести растёт, так как растёт расстояние от центра вращения и, соответственно, растёт центробежная сила. Конечно, измерить его можно лишь на небольшой глубине. Как, например, в эксперименте Стейси в штатах Австралии. Но даже небольшой рост входит в противоречие всё с тем же графиком. Миф второй. Тепловой баланс. В ОМ Земля сколько днём получает энергии от Солнца? Столько ночью и излучает. Я даже делал расчёт, объясняющий, почему были назначены 6000 градусов на поверхности Солнца вместо миллионов термоядерной реакции. При любой другой температуре баланс разрушается. А куда же девается тепло Солнца из замкнутой сферы? И здесь надо обратить внимание на строение прилегающего к нам участка литосферы. Оно слоистое. Слои относятся к историческим отложениям, но существуют районы, в которых более молодые слои полностью лежат под более старыми. То ли небрежность при строительстве звездолёта, то ли результат более позднего трансформирования. У слоёв существует особенность тепловая анизотропия. Цитата. Почти все горные породы в той или иной степени анизотропны. Теплопроводность слоистых пород вдоль их напластования выше, чем в направлении пимпердикулярном к напластованию. Как её использовать? Встраиваем в горы холодильные камеры. Камеры оттягивают как тепло из воздуха, высокие горные вершины покрыты снегом, так и вдоль слоёв. Естественно, как полагается холодильнику, на противоположном конце от вершины в глубине выделяется большое количество тепла. Оно и нагревает более глубокие пласты. Это и есть то самое повышение температуры, что наблюдается при глубоком бурении. Анизотропия служит хорошим изолятором для перераспределения тепла назад на поверхность. Вот для чего нужно много пластов. Тепло передаётся ещё ниже для использования на заводах синтезирующих элементы, где и производится связывание энергии. Замкнутый цикл. А так как Земля звездолюд, то и для синтеза топлива для фотонного двигателя. Вот почему существуют не только горизонтальные пласты, но и вертикальные. На фото как раз зафиксирован переход горизонтальных пластов в вертикальные. Миф номер три. Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли ещё называют геомагнитным, так как оно генерируется ядром Земли. В нашем звездолёте ядра у Земли нет, поэтому магнитное поле создаётся совсем иным способом, каким мы рассмотрим отдельно. А здесь оборотим внимание на некоторые несостыковки теории и практики. Силовые линии выходят под углом к поверхности. Это называется магнитным наклонением. Измеряется оно инклинатором. Но что интересно, существует магнитный компас, чья стрелка также должна служить инклинатором. Но почему-то не служит. Вы это могли наблюдать на собственных компасах или на подвешенной намагниченной иголке. Ответ. На первый взгляд прост. Иголка слишком мала, чтобы создать крутящий момент, способный преодолеть гравитацию. Но всё же иголка реагирует на какое-то другое поле, на которое не реагирует массивный инклинатор. ФМ объяснит причину. По какой-то прихоти магнитный полюс не совпадает с географическим. И этому ФМ найдёт причину. И уж совсем непонятному явлению магнитный полюс меняет свои координаты многократно в течение суток. Вот такие вот дела. Весёлые истории. Чего только вам не поведают. На этом всё. С вами голос Паши Лобанова. Монтаж от пули снегопада. Едем, едем. И куда-нибудь, в общем-то, приедем. Субтитры подогнал «Симон»